Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Наконец-таки после мирового чемпионата мы переходим к нашему традиционному, любимому, легендарному дивизиону, где на просторах СНГ играют лучшие команды. Сегодня у нас по расписанию будет три матча, которые вы можете посмотреть под окном трансляции на YouTube. Ну и, соответственно, первый матч, который откроет сегодняшний день, это «Респект» из Азербайджана, «Вертолет» из России. Максим, как у тебя дела, как ощущения после мирового чемпионата, ну и кратко об этом матче. Привет, привет, Герман. Ну, как ты уже знаешь, путь из Москвы обратно домой для меня был очень и очень тяжелым. Состояние такое немного подразбитое после дороги, но, тем не менее, готов уже вместе с тобой врываться в бой, смотреть за красивым матчем. Насчет матча непосредственно. Как мы с тобой говорили, игроки команды «Вертолет» — это довольно агрессивные, быстрые, такие динамичные парни, но, которым периодически не хватает такой, так скажем, жесткой руки, которая направит всю их агрессию и динамику в нужное русло. Команда «Респект» парни давненько играет вместе. На замену пришел стомат, он же у нас и покидает лобби. Ну и здесь, пожалуй, сложно поставить на кого-то из них. Я поставлю 1-1. Да, я здесь согласен с тобой полностью, что конкретно лидеру этой пары выделить, наверное, все-таки крайне тяжеловато будет. Но «Респект» как по мне набрали очень хорошую форму именно перед тем, как мы ушли на паузу. А если говорить более точно, то на мировой чемпионат во время последних двух-трех матчей «Респект» действительно показали очень классную игру в целом. И показывали ее причем стабильно. Ну, будем надеяться, что в этой игре они также нас не обидят на очень классные игровые моменты. Вертолеты тоже состав очень сильный. Ну, не знаю, провели ли работу какую-то над собой команда «Вертолет» в плане психологии внутри команды. Ну, вот сейчас мы это все с вами и увидим. Первая карта «Деловой центр». Очень интересная карта для абсолютно двух команд. И, как мне кажется, здесь пик равнозначен для одних и для вторых. Ну, будем смотреть. Все-таки выявят здесь сильнейшего в любом случае. Даже если не в основное время, то на дополнительных раундах. А там, может быть, кто-то и 2-0 выиграет. Хотя, честно говоря, тоже не особо в это и верится. Ну, первая карта «Деловой центр». Мы начинаем. Надеюсь, что, опять же, без задержек. Ну, пока что у нас такой долгий прогруз. Дополню немного твои слова. Вот если здесь будут все-таки какие-то допы, да, безумные, то я думаю, что вторую карту победит та команда, которая выиграет эти допы. Я не нажал галочку наблюдать. Ну, а мы все равно в лобби выходим. Так что это ничего страшного. Даггл с краж. Ну, а также после мирового чемпионата мы приходим к нашему привычному формату вылетания из игры. Ну, знаешь, как-то мировой чемпионат нас тоже особыми вылетаниями. Ой, там вообще своя атмосфера. По часу ждать, по полтора, это нормально. Так что нам было не привыкать, в принципе. Ну, что поделать. Ребята сейчас соберутся. Мы вернемся на «Деловой центр». Всем еще раз добрый вечер. Перчатик ютуба. Всем привет вновь прибывшим. Ну и будем наблюдать за легендаркой. У нас легендарный дивизион сейчас будет идти, вот получается, сегодня, завтра. Пять дней подряд. Завтра, да, пять дней подряд. Со среды по воскресенье я просто потерялся такое уже. Думал, какой сегодня вообще день недели? Что вообще происходит? Кстати, по пику карт в этом сезоне «Деловой центр» сейчас очень, так скажем, сильно обыгрывает остальные карты. У него 24 пика «Делового центра». То есть он играется намного чаще. На втором месте идет «Убежище». На третьем «Метал». Так, ну что, Даглас пока что не вернулся. Но как только вернется, сразу же, в принципе, и начнем. Вторая карта у нас «Песчанка». И вот на ней тоже довольно интересно будет. Но, как показывает практика, респекты. Вот за атаку, да, они пытаются играть очень умно. Они пытаются играть через раскиды. Через все, так скажем, не самые банальные заготовки. Но, как мне кажется, во многих ситуациях они очень мудрят. И у них неподобающий их стиль очень много медленных раундов. Как мне кажется, все-таки респектом было бы подстать играть агрессивнее именно на карте «Песчаная буря». Потому что все-таки темперамент игроков и плейстайлы, который временем выстраивался вот таким агрессивным, это все-таки их козырь. Поэтому вертолетом там будет, мне кажется, немножко проще, чем на ДЦ. Учитывая, как медленно играют респект в атаке на песчанке. То есть, да, здесь, наверное, шансов будет чуть меньше, чем на песчанке. Но будем смотреть. Возможно, и здесь, и там они их уронят. Но вполне вероятно, что и другая картина будет, что польза респектом. Но прогруз у нас все-таки наконец-таки имеется. Давайте смотреть. Выход под БК от респектов имеется. Феррагана пытается найти Рензо. Также есть информация по стомоду в центральном кафе. Попытался уже пикнуть тату. Но, тем не менее, тату сейчас играет как раз-таки более, точнее, менее агрессивно. Более спокойно сидит себе спокойно под позициями шарта. Вот от Рензо. И есть уже аркады на БК. И он находит там опенфраг. Правда, на отходе натыкается на бочку, которая благополучно подрывает феррагану. Так, а здесь тату уже защемили его на мусорке. Есть минус. Там с дома Чилин будет подниматься. Чилин должен давать размен. Нак, он всего лишь 13 кп. Он падает. Но там стомат еще в центральном кафе, который делает минус по Чилин. Ну, а там в это время Аба Фрей уже на мусорке под аплантом. Поэтому здесь смещение в А будет в любом случае. Ну, а Дагглс и ХЗЗ будут смещаться. Как же классно, что в моих руках Абзервинг, а? Как же это классно. Боже мой. Да, да, да. Слушай, вот я полностью с тобой согласен. Я сейчас с камерой летаю. И как же кайфово абсолютно все видеть. Ну, ладно. ХЗЗ остается один. Выходит уже на пятак. Но там Аба Фрей его не прощает. И добивает этот раунд для своей команды. 1-0. Атака пока что начинается довольно неплохо. Ну, давайте смотреть за вертолетами. Будут ли они вообще как-то перестраиваться. Пока что мы с вами видим то, что одного Дагглса в Абзервинг отправили под аплантом. А Тату агрессивно играет на ЦК. Уже пытается накинуть дамага по четверке. И здесь же Аскада ПК. Здесь Аба Фрей принимает своего оппонента. Неплохой минус по Чилину. Есть информация также по Рензо. Рензо 8 хп остается, но он должен погибать. Ну и Рензо-то живет, мансует. Но там 8 хп остается. Но все-таки граната от Аба Фрей его настигает. А Тату оббегает обратно от центрального кафе. Ближе к дому на Зигу. Ну и 2 длина. 1 перед центральным кафе. Это Кнакл находится у нас. Ну и здесь 3 и в 3. В принципе такая ситуация. Это щекотливая. Ну и Феррагану с машиной, видимо, хочет сделать отстрел. Да, ХСЗ был под бетоном. Немножко не по таймнику. Феррагану вышел на перестрелку. И тем не менее. Тем не менее. Пока что точной информации уже друг по другу. У вертолетов и Респектов нет. Поэтому надо, наверное, звеном как-то двигаться дальше Респектом. Либо, возможно, под Аплент уйти. Либо ЦК и длину сделать. Как-то вот сплитом постараться. Но пока посмотрим. Да, Аба Фрей на длине остается вместе с Феррагану. И ХСЗ под бетоном. Должен был чекать. Возможно. Да, видит Аба Фрей. Все дает информацию. Но там и на Зиге сейчас будет интересно. Кнакл против Тату. Но Кнакл пока что играет очень аккуратно. Он боится засветиться здесь раньше времени. Опять же, байт на ланге не прошел. Попытались скорее встянуть внимание и с первой линии. Если бы там находился игрок по третьей линии. Плюс шорт. Но тем не менее, Тату остался на своей позиции. И выжимает своего соперника. И сейчас собирает довольно много информации. Ай-яй-яй. Выходит за спину. Закрывает здесь Аба Фрея. Попытается Феррагану дать моментальный размен. Есть информация о Аркаде Центрального кафе. Но Кнакл остается под коробом. И Феррагану готовится принимать очередной чек ЦК. Но Тату уходит на четверку. И просто ждет своего оппонента. Кнакл закрывается в коробе. А Феррагану под альфа. Но судя по всему, Феррагану будет ставить. И Кнакл в роли закрывающего короба будет отстреливать пятак. Смотрим. Так, ну что. Поехали. Кнакл. Сидит, сидит. В принципе, Тату здесь может подсидеть. Если Тату дальше пойдет Аркадий. То вероятнее всего, Кнакл здесь выйдет победителем. Нет, Александр Петров. Александр Петров ставит шикарный хэдшот. Саша тоже в последнее время форму набрал, конечно, колоссальную. Об этом мы тоже говорили очень много. Ну и бомба, в принципе, успела быть установлена. Но, тем не менее, здесь Татуираган далеко-то не уйдет. Дагглс его закрывает. Это сразу же ответный раунд в исполнении вертолета. 1-1. Ну вот, опять же, что хотелось бы сказать по итогам двух раундов. Да, вот нет вот этих сумасшедших Аркад коробки, допустим, от того же Аба Фрейм. Пусть Аба и с четырьмя фрагами, но как-то вот играет очень пассивно. Очень пассивно. Хотя мы знаем, что этот парень играет, скорее всего, на КПД именно в быстрых раундах. Ну вот Тату, снова Аркад центрального кафе. Посмотрим, получится у него там выудить кого-то или нет. Нет, все-таки нужно отходить назад. И там длина, длина поджимается в виде Ренза и Чилина второй раз подряд уже. Это дефолт. Да? Но там Ренза и Чилин, они уже три раунда подряд ходят постоянно в Аркаду. Сначала в первом раунде пошел один Ренза. Чилин сопортил ему со второй линии. Ну, а потом они вместе стали ходить на Аркаду Ланга. Так что это пока что дефолт, и команда Респект должна будет считать этот дефолт. Фирога, она выходит под БК. Есть информация, судя по всему, по Чилину. Пытается его выцелить. И тем временем пошла перестрелка в ЦК, где Тату попытался дать отпор. Своему оппоненту, но остается с 13% здоровья. Так, ну что, Кнакл по-прежнему остается один под Зигой. И тиммейты его смещаются вроде как в район Аплента. Но... Или это просто смена звенья? Один игрок в преимуществе у команды Респект. Ну, Аба Фрейн на Ланге. И там ХЗ будет его чекать до конца. Но вот Аба с 26 хп не особо-то боец здесь. Хотя такой игрок может, в принципе, и первым патроном в голову поставить. И ХЗ здесь своим фулловым хелсбаром окажется бесполезен. Но... Какого-то идеи здесь быть не должно. У Ренза огромные проблемы. 85 хп. Ой-ой-ой. Как-то мало его здесь, честно, дамажили с трех девайсов. У Ренза живет. А Дагглз должен смещаться через дом сейчас. В любом случае по нему должна будет падать информация. То, что соперник напрягает аплейн. И Дагглз будет вынужден играть именно в район альфы. Чек короба. И ХЗ также покидает тройку. Аба Фрейн выжидает довольно неплохой тайминг. Но сейчас будет потихоньку открываться за спину своим оппонентом. От фирога на очередной минус. Ренза вместе с ХЗ находятся на пятерке. И в доме по-прежнему Дагглз. Дагглз возвращается на чек Ланга. И сейчас вполне... А, нет. Не может зачекать Аба Фрейн. Через стенку, когда видишь текстурку. Я думал, он где-то открыт полностью. Ланге. Но нет. Аба закрывается сейчас полностью. И выжидает дальше. Да, бомба не стоит. Поэтому Аба Фрейн как минимум. Еще секунд 10-15 там точно простоит. Но вот в домах ХЗ пытается. Пытается хоть кого-то найти. Да, там команда Респект полностью раздамажена. Абсолютно все игроки. Но, тем не менее, количеством они должны здесь брать в любом случае. Ренза. Может получить сейчас по голове от Феррагана. Который сидит очень классно заказывает здесь. Ну и Феррагана. 26 хп всего лишь. Ренза идет удавить. Есть пачка от Дагглз. Также минус. Весли, куда же ты, Аркадий? Есть минус раз. Томат. Томат очень долго живет. Дагглз почему-то не попадает. Ну и ХЗ здесь также отправляется до следующего раунда. 2-1. Респекты впереди. Но очень терпеливо играют Респекты вообще на данный момент. Как уже отмечалось с тобой, да. То, что Аба Фрейн приходит от своего такого более быстрого стиля игры. Да. Постоянно выходить на Аркаду Короба. Прессинговать как-то. Аплейнт. Респекты вообще на данный момент немного осели. Играют очень терпеливо. Но в то же время размеренно. Они очень хорошо читают своего соперника. Они прекрасно понимают, как будет действовать соперник в случае, допустим, напряжения ситуации в районе Аплейнта. Да. Перетяжки. Очень хорошие тайминги выжидают. Молодцы. Респект. Полностью согласен с тем, что парни сейчас подтянули свою форму. И очень сильно ее подтянули. Под Коробом играет Аба Фрейнт. Но у него нет информации по Тату. А вот Александр Зер как раз таки слышит своего оппонента. Да. Есть выпад. Минус по Аба Фрею. И смещение ЦК и Лонг. Судя по всему, у нас будет от Респектов. Но будет ли это П? Так. Ну вот теперь без Аба Фрейнт будет атаку свою строить довольно проблематично. Камбер Респект. Хотя Стомд. Отличный минус. Центральный кафе на Зигну. Чилин. Разменял к Наклас. Хаешки. Там еще и Ренза в итоге на длине закрывает Уэсли. Ну и Ферраган со Стомдом вдвоем. Ну по отстрелу как-то по одному. Попробовать цепануть вертолетов. Еще может быть сработал бы. Вот Даглс если бы забрал бы. Сейчас Стомд был бы вообще великолепен. Но пока что нет. И там Аркада спинат от Тату. Да и Ферраган в итоге вообще один. Но он вынужден будет сейчас играть агрессивнее. Он должен прекрасно понимать то что сейчас ему будут сжимать с двух сторон. От Феррагана был неплохой минус по Ренза. Но ХЗЗшка разменялся. Это 2-2 на табло. И пока что команда идет в притык. Но Респект он все-таки как по мне не помешает немного играть наглее. Ну да. И это опять же мы уже с тобой неоднократно отмечали. Касаемо игры в целом команды. Респект. Ну вот Тату с Чилиным отлично открывает сейчас позиции. А План там. Минус 2 игрока сразу. Это Аба Фрей и Стомд. И снова Плеймейкера выключают. Что самое важное. Плеймейкер постоянно падает уже 2 раунда подряд. Это конечно минус для команды Респект. Бокс им Стомд. Стомд хорошо даже если попадает. Это в принципе не такая потеря как Аба Фрей. Вот то что Аба Фрей погибает. Это уже конечно не самое приятное следствие для команды Респект. Ну вот в итоге опять 2 в 5. Вертолет потихонечку перетягивает инициативу на себя в этом матче. Ну и оборона здесь показывает пока что очень хороший поинт-бланк. Но выход под БК судя по всему будет. Рензе должен давать сейчас информацию. Да дает. Но тем не менее выжить ему не удается. Тату заходит за спину. Тем временем смещение на первую и вторую линию. Отдагался их НЗ и Тату спалился. Вертли должен его закрывать. Пока что не удается накинуть летального демча. Есть неплохой минус. Но далее Ачилина был. Размен. Ой-ой-ой. Фероган даже очнуться не успел. Как получил пулю в лоб. 3-2. Миссия успешна. Тату там конечно на длине зажег. Просто мастер фломастер. Молодец. Не зашло. Действительно не зашло. Ну ладно. Посмотрим будет ли поджим в очередной. Да будет от Ренза. Опять как всегда. Но вот и команда Респекта. Опять же играет очень медленным. Таким терпким стилем игры. Это выждание аркад. Стороны своего соперника. Но аркад пока что к сожалению именно глубоких нет. Есть дальняя пассивная аркада от Ренза. Но эту аркаду должны чекать. По идее Респекта всегда. Ой-ой-ой. Да. Залетела. Залетела так залетела по Ферогану. Сейчас ему не позавидуешь. Но Астон пока что вообще в соло играет в районе Аплэн. Да. Если быть более точно. Топ-Тшки. Но. Там Тату. Пошел. Пошел. Ну еще один минус есть. Все. Ну. Здесь кажется команда Респект должна брать тактическую паузу. Но вертолеты сейчас именно разыгрались. Можно так сказать. Да. Они стали уже более уверенными в себе. Если ты заметил по первым раундам аркад как таковых не было со стороны команды вертолет. Они не играли. Но выжил центрального кафе Короба там да постоянно ходить под БК. Под БК кстати ходил Рензо в первом раунде. Но в этом видео он не заигрывался. Он не выходил дальше БК. Но здесь парни полностью выходят в аркаду. И пока что вертолеты как раз таки начинают выходить в роль лидирующей команды. У них уже сейчас будет плюс два раунда. А вот Респекты не могут банально справиться с этим темпом игры. Они не знают что делать. Они не могут перестрелять. Но здесь клин клином вышибают на самом деле вертолеты. Они играют в абсолютно идентичном стиле как играли Респекты все свое лучшее время. Так скажем да. Это очень агрессивный диффенс. Это прожим самых ключевых позиций. И самое главное что получается по стрельбе. У вертолета это тоже немаловажно отметить. Что именно по стрельбе все хорошо у этих парней сейчас. Но в любой момент это может повернуться абсолютно в другое русло. Поэтому вертолеты тоже должны на самом деле знать вот эту золотую серединку. Где можно как говорится дожать и лучше не переезжать. Поэтому Дагглз находит энтрифраг снова уже по стомоду. Но вот опять же с энтрифрагами тоже не особо клеится у Респектов. Это тоже большой минус. Потому что всегда начинать раунды в меньшинстве. Это по сути самая проблематичная задача сейчас у Респекта. Точнее самая главная проблема я бы сказал. Это да. Это да. Согласен с тобой полностью. Хаешка по трензе залетает на лонг. Но тем не менее он ее и вейдит. А Чилина был очередной минус. А Батрея разменялся. Но тем не менее остается очень битый. И продолжает свою атаку соло под позицией пятака. Где его принимает как раз таки Дагглз. Есть минус. Весли и Фироганов вдвоем против четверых. Но этим парням сейчас явно придется нелегко. Тащить этот раунд будет очень тяжело против четырех стволов. Но и выход имеется под цыган. Но здесь Рензо тоже немного заигрался. Натыкается на Весли. Весли оформляет еще один килл в копилку своей команды. Но и теперь три в два. При этом парни находятся в фуловом состоянии. Но вроде как ситуация из такой тяжелой перерастает в более посильную. Да, ну вот если опять же еще один минус найдут. То вообще будет все замечательно. Видит, видит на косом столбе у нас Весли своего оппонента. Это Тату с уважками играет. ХЗ с дома. Ну вот Тату. Тату примет ли Лонг. Сейчас у него стоит маленький просвет. Такой между прицелами. На самом деле он там видел вроде как ноги Фирогана. Но Фирогану в любом случае придется подставляться под перестрелку. Да, это уже палец у нас Фироганова. И много урона получает. Сразу же минус 42 хп. И теперь на зигну выходить придется. В любом случае Весли дается информация о том, что это окончательный сплитбурж Диглон. Минус Дагглз. Точнее минус от Дагглз и минус от Тату. Есть это. Первая половина в любом случае за командой вертолет. Отлично. Отлично все для парней из российской команды складывается. Но вот не знаю. Респект выглядит крайне потерянным. Как мне кажется все таки тактическая пауза пошла бы на пользу. Но ребята ее просто-напросто игнорируют. Вот я только что хотел это подметить. И огромный вопрос. Почему Аба Фрей в очередной раз погибает от аркады Тату центрального кафе. И Тату отходит назад безнаказанным. Никто его даже не надамажил. Минусы никто не нашел со стороны команды Респект. И это огромнейший минус как раз таки для них самих. У них минус одни уашки. Причем довольно серьезные уашки. И сейчас парни ничего не могут с этим поделать. Но опять же два раунда взяли. До последнего шли. Точнее начало этой встречи шло такое впритык-притык. Да 2-2. Думал будет первая половина довольно серьезной. Но здесь Респекты действительно потерялись. И Стомат еще погибает там. Еще и Бесли отправляется отдыхать. На около 1 в 5. Причем пятеро все фуловые. Да нет. Ну хп вообще не потеряли. Вот только сейчас погибает Чили. Но это максимум. Что смогли выводить для себя Респект из этого раунда. И как минимум первая половина закончится с двукратным преимуществом по раунду. Для команды Вертолет. Вообще ошеломительный успех пока что испытывает команда Вертолет. Но это их целиком полностью заслуга. Да конечно не без помощи соперника. Но помощь понятное дело в кавычках. Хаба Фрейп будет залетать в Аплент судя по всему. Ну а там Чилин. Чилин. Ну а как раз его принимает уже Дагглс. Дагглс вообще все хорошо делает под Аплентом. Мы этого игрока очень много раз замечали. Ну вот падает наконец-таки Аплент. Да и есть за что зацепиться. Сейчас хорошо отыграли. Здесь сразу же на размен сыграли игроки команды Респект. Вообще никак не пытались пятиться назад. Сразу же на агрессии зашли. Неплохие минусы. Но при этом опять же теряют свои позиции. В районе Альфы перетягивается сюда же Тату. Он находит минус. И Весли судя по всему недолго здесь задерживаются. Да есть фраг. И Фирогану один против двоих под Альфой. Находит первый килл. Находит второй. Отлично. Фирогану. Ну и ХЗЗ остается один на пятаке. Стома должен будет его сейчас чекать. Ну или Фирогану давать информацию. И Стома дать минус. Но нет. ХЗЗ находит фраг. А Стома до последнего сидит под коробом. Но ему придется ретироваться. И он уходит на Б. Ну ХЗ интересно. Насколько быстро поймет, что все-таки Стома уйдет под Б. Плэнт. Он наверное в голове-то держит эту мысль. Но просто бомба не стоит. Поэтому смысла как-то ХЗ тоже особо двигаться нет. Ну Стома если поставит бомбу. Вполне вероятно он пропушит. Точнее дропнется на семерку. Чтобы посмотреть пойдет ли его оппонент сапплэнта. А здесь ХЗЗ уже в это время просто-напросто пошел под зиг. Нет. Закрыто будет играть Стома на закрытие бомбы. Ну и исключительно на слух. Но у ХЗЗ есть ХЕшечка. Первая полетела. Еще есть вторая. Но ее под бетончик можно будет дропнуть. Да и под бетон она как раз таки и летит. Стома лови подачу. Но Стома ушел от нее. Хорошо ушел от этой ХЕшки. В смещении ХЗЗ я думаю Стома прекрасно понимает как будет действовать оппонент. Выход третьей линии Стома должен его прекрасно слышать. Да есть минус. Это все-таки 6-3 заканчивается первая половина. Очень тяжело для Респектов. Но и смена сторон судя по всему легче явно не будет. Камбэчить надо. Три раунда забирать. Возвращаться в свою колею. Ну и посмотрим насколько удачно это сделают Респекты в обороне. Но вертолеты мне кажется в атаке еще сложнее сейчас станут для Респектов. Поскольку это агрессия, это быстрый темп игры. Пойдет им на пользу. Это явно. Но здесь опять же знаешь может быть и Респекты будут к этому готовы. Здесь нельзя наверное как-то односторонне сказать что все вот эта агрессия вертолетом будет на пользу. На обратной стороне медали тоже может быть абсолютно все иначе. То есть если Респекты сейчас сразу же адаптируются к этому агрессивному стилю. Опять же если агрессивно будут играть вертолеты. То в принципе шансы есть у Респектов неплохие вернуться в эту игру. Мы знаем что все тут парни с характером. Парни умеют камбэчить. Ну и сейчас они это будут в очередной раз доказывать. Ну а вертолеты. Да вот посмотрим сейчас какой первый раунд будет. Это три длина Даглас ХЗ и Ренза. Аба Фрей на поджим. Ну аба в принципе на поджимах играем всегда очень классно. Ну давайте смотреть что будет в первом раунде. Да есть минус. Ну там уже Килина из короба выпускают и по нему информации вообще никакой. Он сейчас спокойно поднимется в дом и закроет здесь Кнакла. А это совершенно не есть хорошо для Респектов. Чилин открывается на перестрелку. Отлично есть минус. Есть информация по пары. Еще очередной фраг залетает с Ренза. Ну и здесь Весли остается один. Он закрыт за третьей линией. И Чилин до него еще добирается. Ну и стомат вместе с Аба Фрейм. Остается вдвоем против четверых. КЗЗ добивает Аба Фрейм. Стомат остается один. И Чилин еще его оформляет в свою копилку. Три полкил от Чилина. Отличная игра. Как пропустили короб. Коробка железная, пишет Чилин. Ну здесь, наверное, подливает масло в огонь. Мне кажется, у Респектов и так. Сейчас не особо все хорошо получается. Чилин так еще и давит на это больное место. Ну вот от Аба Фрейм должен быть очередной минус. Да, есть все-таки антрефраг. Даглз на размене неплохо сыграл сейчас. Ну вот ситуация 4 в 4. Пытаются Респект укрепить. Сейчас Б-плэн как раз таки сюда. И вся основная масса вертолизов поиздвигается. И КЗЗ отлично попадает в этом матче. Просто шикарно. Ну вот хаешка хорошая от товарища Ферагана. Блаз держал натиск выхода Ланга. Но здесь и Кнакл должен помогать. Еще привыкли на Лонг. Ренза падает. Ну как-то вот несинергично вышли сейчас вертолеты. Это, пожалуй, самая главная ошибка в этом раунде была. Но 2 в 3 еще тащибельно. Да, да, вполне. Вмещение на ЦК от Тату и ХЗЗ. Нет, ХЗЗ остается на Ланге. А Тату спокойно проходит на шорт. И его вообще никто не контрит. Ну здорово, пацаны. Что творится с обороной вообще у команды Респект на данный момент? Они пропускают абсолютно все практически позиции для себя. Второй раунд подряд. То город, то позиции шорта. Но вот ладно, сейчас выкрутился Фераган. Но тем не менее до него ХЗЗ добирается. И пошел в перестрелку против Стомода. У ХЗЗ остается еще 35% здоровья. А вот Стомод явно сейчас негодует. У него 1 хп. Он смещается сейчас в район шорта. Но естественно то, что ХЗЗ будет на установке фугаса. И ХЗЗ готов его принимать. Буквально одна тычка нужна ХЗЗ для взятия этого раунда. Так, ну что, посмотри. Здесь ХЗЗ играет прям в принципе на тычку в тело. Он понимает, что его оппонент очень родовый. Но и здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрюша. Андрюша, Андрюша. Было сильно. Вертолеты берут восьмой раунд для себя. Ну слушай, здесь вот эффект снежного кома такого, да? Как мы еще любим говорить сноуболл от команды Респект. Абсолютно ничего не получается. Да, где-то Абафрей два раунда подряд находит entry-фраги. Но сейчас у Абафрей будет огромная проблема, если вы все-таки прострелили через ширму. Тату просто идет у Аркадия. Ну и размен есть. Размен есть, но сапплента должна быть хелпас со стороны стом. Ну там дом нужно перекрывать. В любом случае, да, есть минус стоп-кнакло. И Рензо с Дагглсом остается вдвоем. 2 в 4. В принципе, была неплохая попытка выхода быстрого. Но все-таки в этот раз респекты были чуть бдительнее. Ну давай, как-то уже раз слили респекты ситуацию в преимуществе. Опять же, двое игроков команды Вертолет в деле. Рензо на ЦК играет. Принимает здесь же Кнакло. Уже попытался агрессивно сыграть на рейдил Кнакло. Но сам получил при этом дамага довольно неплохо. 38 хп осталось. Дагглс смещается на позиции стрита. Но выхода под альфу, судя по всему, не будет. Или пока что Дагглс ждет информации со стороны своего тиммейта. Но вот Рензо опять же открывается на перестрелку. И с том этого закрывает под коробом Дагглс. Один в четыре. Но если один в четыре отдадут, то не знаю. Здесь точно нужна будет тактическая пауза. Перевести дух и успокоиться. Респект. Так, ну что. Да, Дагглсу здесь, конечно, вряд ли удадут поставить бомбу. В любом случае. Посмотрим. Хэдшот есть от стомада. И это 8-4. Команда Респект берет первый раунд в воронь. Ну, в принципе, хорошо, что хоть сейчас. Возможно, даже и камбэк будет. Если и следующий раунд удастся. Все-таки Респект. И, как я уже говорил, перед началом этой половины умеют. Камбэчить. Ну что, быстрая аркада короба. Будет АТАТУ. У нас выходит АБА Фрей. Отлично сыграно. Ну и стомад теперь на обороне АПЛАНТА. Залетает сюда кто-то. Или нет? Нет, пока что нет. Заход. А вот теперь есть АЧИЛИНА. Есть фраг. Отлично. Размен. Ну, под АПЛАНТОМ все очень хорошо. Сейчас команда Респект. И остается лишь ХЗ, которого также моментально АБА Фрей и сметает в своего пути. Ну и это 8-5. Вот, вот. Респекты потихоньку, помаленьку. Но сейчас все равно еще надо работать и работать. Еще три раунда надо забрать у своего оппонента. Но смещение имеется по ЦК и БК на данный момент от вертолетов. Судя по всему, агрессивная игра под БЭПа. Летели ХАЕшки под Парыч. И у Кнакла сейчас должна быть жара. Там Тату и Чилин. Они явно попытаются открыть сейчас выход шарта. Но они выманивают все ХАЕшки из своего оппонента. И делают это довольно грамотно. АБА Фрей смещается также на оборону Парыча. Но сейчас практически все игроки. Респект находится на обороне БЭПа Интай. И мистолетом будет очень сложно пройти. А здесь и на Зигу сплетует уже статус с Чилином. Отлично. Кнакл. Кнакл. Ой-ой-ой. Не поймал перетяжку. Вот только сейчас от него есть минус. Там уже дроп под СМЕРК. Есть АБА Фрей своевременно. Здесь прикрыл своих тиммейтов. Ну вот не прочекали проход от Ренза. Есть минус раз. Кнакл в доме. Ренза, Ренза, Ренза погибает. Ну Кнакл здесь играет очень хорошо именно индивидуально. Заглс тоже падает. Но с разменом и ХЗЗ. 66 ХП. 1 в 2. Но там Стомат в доме. АБА Фрей Редовый. У нас в районе 4. Но БОМа будет установлена. Отлично. ХЗЗ. Но сейчас если будут открываться по одному, проиграют. Если Стомат один полезет, погибнет, проиграет АБА Фрей. Ну и в соответствии с точностью, да, наоборот. ХЗЗ сидит под первой линией. Опять же играет очень агрессивно. Он знает как минимум об одном своем оппоненте. Но сейчас Стомат, естественно, то, что будет байк. И за спину выходит АБА Фрей. Но сделали все очень грамотно сейчас игроки команды Респект. И забирают третий раунд на смене сторон для себя. Вертолеты покидают матч. Судя по всему, теперь тактическая пауза понадобила Сим. Да, Тактикл Галактикл. Тактикл, вот в отличие от команды Респект, вертолеты понимают, что вероятнее всего Респект и очень хорошо сейчас могут выстрелить еще несколько раундов подряд. Поэтому пытаются вот эту линию камбэк, наверное, сейчас надломить вот этим временным перерывом, чтобы как раз-таки настрой сбить в команде Респект. Но с этими ребятами так не работает. Здесь, скорее всего, проблема будет больше не в темпе, чтобы его сбить, а понять вертолетом, как же им действовать дальше. Потому что у них получалось находить и entry-фраги, у них получалось быстро размениваться, как соперник встал. Чуть-чуть закрытия, все, начинаются огромные проблемы. Не байтятся Респект на открытую перестрелку. Они играют очень саевого, ставят Сишки. Поэтому на контакт они не идут и для вертолетов. Это самая главная проблема сейчас. Найти этот контакт, причем наиболее безопасный для себя, чтобы там не было Сишек. Ну, как мне кажется, это лучше всего сделает Зига. Ну и вот подоплантом желательно найти минус, потому что там стомат очень хорошо кроет. Но, как правило, он там кроет в соло, а бафрей там в районе газировки на пятерке бегает, там под домом, туда-сюда. То есть быстро хелпа в бэплант у Респектов это точно. Поэтому как-то вот кто пода играет, нужно найти минус. Это самое важное будет сейчас. Ну вот туда направляется Татуи Даггл. Чилин, судя по всему, будет играть на короб, но навряд ли будет агрессивен. Скорее всего, пытается просто сместить внимание своего оппонента на позиции короба. Стомат остается пока что за пирамидой. И они ждут. Они ждут от вертолетов первого шага. И вот он как раз-таки имеется. А Даггл заменит Стомат. А вот, кажется, это один на броне альфы. Но он также погибает. А плеймпал. Ну вот то, о чем я и говорил. Ну, Феррагану находит размены. Ребята начали пробегать, когда дымы даже еще не были рассеяны. Вот это самая главная проблема. Тоже в этом моменте, в микро-моменте для вертолетов. Но по-прежнему раунд еще не проигран. Ну и даже, я бы сказал, он ровно так же проигран, как и выигран на 50%. Надо ставить бомбу. Ну а дальше, а вот будет, что будет. Ну, Феррагану. Феррагану не понимает, что в пленту есть игрок. Но вот сейчас он это обязательно поймет, когда услышит таймер бомбы. Бомба была установлена. Да, бомба была установлена. Ну и теперь надо стараться как-то выкуривать. Там с длины есть товарищ интересный. Ну, посмотрим, как удержится Рензо. Давай, Рензо, сейчас явно будет выходить за спину. Зачекают его или нет? Да, зачекали. Вестри уже пытается накинуть дамага. Но, тем не менее, Рензо очень много внимания сместил на себя. Пятерку зачистили. Феррагану успел сместиться под короб. Но у него остается 50% здоровья. Он знает о местонахождении одного из своих оппонентов. Отличный минус. По Рензо и смещается под Альфу. Он заходит через пятак. Но вряд ли у него есть информация по Тату, Который играет в нубке. Ну, и Александр спокойно открывается на перестрелку. Даже если бы Феррагана дал килл, Он бы не успел раздифьюзить. И это также раунд за командой вертолет. И это 9-6-3 маппоинт за российским коллективом. Но, кстати, вот сейчас они так не играют. Решились все-таки немножко, опять же, немного. В другой схеме сыграть. Феррагану есть снова энтри фраг. Этот минус снова был сделан на ланге. Ну, и уходит в закрытую. Нет, а во Фре еще на Аркадийской она входит в минус. Ну, как-то здесь респектно. Понимаю, что, в принципе, терять нечего. Надо постараться найти фраги. ХСЗ попытается сейчас разменять оба Фрея на центральном кафе. Ну, а Рензо пока что на длине играет немного пассивно. Весли под бетоном. Феррагану с вещей. А вот все, Весли спалился. Ну, и Рензо не поддается вот этим пикам со стороны Весли. Понимает, что у Весли очень хорошая позиция там. И старается здесь Кирилл Ляликов не умереть. Ждет саппорта. Вот ХСЗ, в принципе, и пришел. Отлично. Ну, респектно сейчас... Не знаю, вот я хочу сделать ставку на раунды. Сколько они сейчас могут вытянуть. Но ситуация у них, конечно, крайне плачевная. Если они сейчас полностью отпускают эту карту. И начинают играть в таком спокойном режиме для себя. И уже готовятся и настраиваются на вторую. То, мне кажется, здесь, знаешь, как это... По иронии судьбы и до допов могут дотянуть. Но посмотрим. Пока что погибает также ХСЗ. И Рензо отправляется отдыхать от рук к Наклу. Этот раунд был отыгран очень неплохо респектами. Просто 5 в 0. Но надо столько же еще повторить. И это очень тяжело. Да, ну вот проблема просто в том, что сейчас респект опять же. Будут идти Аркадий, идти Аркадий, идти Аркадий. Вертолеты нужно именно с этим моментом сейчас поаккуратнее играть. Аба Фрей. Сишечки в район Каса Планта. Отлично. Но вот теперь Короб. Правда, обменится еще. На Дагглс есть антрефраг постом. Это то, что и нужно было. Но вот Аба Фрей. Аба Фрей все, зачекал Тату. И здесь Сишка получается. Улетел в молоко Чилин. Ай-яй-яй, начально уже Аба Фрей перевелся. Ну как же классно Тату хилпует Сапланта. Чилин живет, но недолго. А там в спине, там в спине будет Рензо. Снова этот парень со спины. Ну как же так. Да. Ну как-то со спиной дела у команды Респект все очень плохо обстоит. Не знаю, если следующую карту также отыграют, опять же будут забывать про многие позиции. Не будут чекать спину. Хотя соперник этим пользуется неоднократно. Тату могут отдать и 2-0. Ну а так, это первая карта за командой Вертолет. Ну и давайте подводить итоги по ставкам. Так, 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 так. 10-6, да? И claro, так так. 10-6, да? Так. 12-5, да? Ну правда.